Сегодня ровно месяц остается до того дня, когда начнут работать санкции против России, когда начнется нефтяное эмбарго, а потом еще через два месяца эмбарго на нефтепродукты. И при этом Рейтер сообщает, что Большая Семерка и Австралия якобы договорились уже по такому вопросу, как введение так называемого потолка цен на российскую нефть. А Блумберг говорит о том, что юристы Евросоюза начали прорабатывать процедуру передачи Украины замороженных активов Центробанка России. И судя по всему, Запад полон решимости усилить санкционное давление на Российскую Федерацию, на путинский режим. В то же время, помнят средства массовой информации и другими слухами, что якобы кризисные явления в западной экономике и политике могут привести к тому, что страны Запада пойдут на какие-то переговоры с Россией о смягчении существующих санкционных мер. Вот что на самом деле сейчас происходит, об этом я хотел бы поговорить с гостем сегодняшней программы. Сегодня у нас на канале Владимир Милов, российский оппозиционный деятель, соратник Алексея Навального, который к тому же является весьма популярным блогером. Он ведет программы и на канале Навальный Лайф, и у него есть свой YouTube-канал, где тоже у него сотни тысяч подписчиков. Владимир, спасибо вам большое, что согласились на этот раз вновь у нас выступить. И я сразу призываю всех, подписывайтесь на канал Евгения Киселева, то есть меня, подписывайтесь на канал Владимира Милова, ставьте нам лайки, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, вы этим нам очень поможете. Ну вот давайте с нефтяной темы все-таки начнем. Что это за потолок цен такой, о котором сейчас идет разговор? Приветствую, огромное спасибо за рекламу, всегда рад быть у вас в гостях. Ну, смотрите, там по нефти есть два трека, которые имеет смысл обсуждать, они идут параллельно, и мне кажется, главная история все-таки это вот предстоящий нефтяной эмбарго, то есть запрет на покупку европейскими компаниями, европейцами нефти и чуть позже нефтепродуктов из России. Это суперважно, потому что Европа, это наш все-таки главный рынок, всегда им была, и переключить потоки нефти на Азию, это будет сложно, дорого, неэффективно, и будет связано с большими скидками и потерей доходов. Можем об этом отдельно поговорить, но мне кажется, вот этот главный трек, то, что обсуждается вот в виде потолка цен, это чуть более экзотическая история. Мне кажется, что это была более такая теоретическая идея некоторых экономистов, которая не очень проработана с точки зрения вот практического воплощения в жизнь, потому что речь идет все-таки о контроле за сотнями тысяч сделок по перевозке российской нефти. Ну, они хотят танкерному флоту запретить перевозить нефть, продаваемую выше ценового потолка. Давайте сразу скажем, что возможностей контролировать все эти сделки у стран Запада нет. Например, вот агентство по мониторингу исполнения санкций, американский Офис of Foreign Essence Control, АФАК так называемый, у него всего порядка 250 сотрудников. Это на мониторинг всех санкций против Северной Кореи, Ирана, Кубы, России и так далее. Здесь еще раз повторю, речь идет о сотнях очень сложных сделок по перевозке нефти, где легко спрятать иголку в стоге сена. Я очень много разговариваю с западными политиками, чиновниками на тему ценового потолка. Никто так не объяснил, как они будут его исполнять. Более того, из официальных комментариев Минфина США на эту тему, я вижу, что они рассчитывают прежде всего на такое психологическое давление вот этого потолка цен, что покупатели будут стремиться сами просто его предъявить русским и сказать, что мы не можем дороже покупать у вас. Но это так не работает. Если будет спрос на нефть, будут покупать дороже. И в этом смысле, мне кажется, это пока что такой сырой механизм, не очень работоспособный. Там есть еще такой момент, что я не вижу в этом большого смысла, потому что вот цифра, которая сейчас звучит от американцев и других, что потолок цен может быть на уровне 60 долларов за баррель. Ну, это не сильно меньше, чем Россия сейчас в Азию продает. Россия продает по 65-70 долларов за баррель. Ну, может, чуть выше 70, там, максимум. Поэтому, на мой взгляд, вот это много шума из ничего. Ради такой экономии, там, в 5-10 долларов на баррель вводить такой сложный, непонятно как, администрируемый механизм, мне кажется, это вот практического смысла вот имеет не очень много, а больше шума об этом. Поэтому я все-таки считаю, что главная история будет связана не с потолком цен, а с европейским нефтяным эмбарго. Надеюсь, что они его выполнят в полном объеме, как обещали. И здесь история в том, что Азия дает гораздо более низкие цены. Азиатские покупатели требуют огромных скидок с российских поставщиков нефти. И, кроме этого, там гораздо выше издержки. Туда везти нефть дольше. То есть, скажем, из черноморских или балтийских портов поставка нефти там в Гену или Роттердам – это пару дней. А в Индию везти месяц. И стоит это гораздо дороже и с точки зрения фрахта, и страховки рисков демериджа на всех этих босфорах, там, суэцких каналах и прочих проливах, которых там много по дороге. Поэтому, на самом деле, вот до войны Индия, которая является крупным импортером, она вообще не покупала российскую нефть. Потому что, ну, это замучаешься, вот это вот везти вот так все через полмира. Поэтому, мне кажется, что здесь издержки выше, цены в Азии ниже из-за скидок. Россия будет получать сильно меньше денег после введения нефтяного эмбарго. Поэтому, мне кажется, это гораздо более эффективная вещь, чем вот этот такой фантасмагорический, во многом какой-то надуманный потолок цен. Владимир, вот давайте еще раз попробуем с вашей помощью разобраться. О каких объемах и о каких суммах идет речь? Вот сколько сейчас примерно составляет российский нефтяной экспорт вообще, в целом? Ну, условно говоря, это типа 8 миллионов баррелей в день. Ну, из этого примерно там 6 миллионов баррелей в день в виде сырой нефти и продуктов идет в Европу. В основном там на две трети это сырая нефть, остальное это продукты переработки. Ну, вот, соответственно, там умножайте, условно говоря, если это по цене 100 долларов за баррель, вот там, соответственно, можете примерно прикинуть, сколько это будет в сутки. То есть, европейский экспорт 6 миллионов баррелей в день умножить на... Когда вступят в силу сначала санкции против нефти, эмбарго на нефть, а потом эмбарго на нефтепродукты с лагом в два месяца, это значит, что из 8 миллионов 6 не продается. Продается, скорее всего, пристроят в Азию с большим дисконтом, с большими издержками. Ну, то есть, скажем, если Россия. Например, если условно считать, что Россия получает примерно полмиллиарда долларов в сутки от экспорта нефти на европейский рынок, ну, будет получать там 200-250 миллион. То есть, доходы российские там за вычетом издержек на большую там стоимость транспортировки в Азию, условно говоря, ну, Россия там уполовинит свои доходы от экспорта нефти, которые получают бюджет и нефтяные компании. То есть, можно сказать, что в половину, так если грубо говорить, примерно в половину упадут поступления и в российский бюджет, и в бюджеты компании. Это даже при условии, что удастся какую-то часть нефти продавать индийцам или в какие-то другие страны Азии, Китаю, я не знаю. Кто еще покупает российскую нефть? Да, но они сейчас, если посмотреть, они идут по всему периметру, они знают, что это эмбарго наступит, они ищут покупателей по всему периметру, и Пакистан, и Бангладеш, и Вьетнам, и Таиланд. Можно все вот там примерно там набрать, там типа по любой стране импортеру нефти из азиатского, Тихоокеанского региона. Они пытаются там везде, где могут все это дело пристроить, но там везде ситуации одинаковые. То есть баррели, не принятые на европейском рынке, они просто создадут дополнительный избыток на рынке азиатском. И, соответственно, вот как мы видели весной, после начала войны, когда многие в Европе начали отказываться от российских объемов, и их перенаправили в Азию, азиатские покупатели требуют скидки. Скидка составляет там 25, сейчас там 23-24 доллара на баррель. Весной была 35 долларов на баррель больше. Поэтому пристроить физически они объемы смогут, но они будут получать существенно меньше денег. Примерно на 30-40 процентов меньше денег будут получать, чем если бы они продавали это в Европу. И издержки будут выше. То есть прибыли от продажи нефти будет еще меньше. Вот считайте, примерно суммы я там назвал, типа на 200-300 миллионов долларов в сутки будут дополнительные потери бюджета от переориентации на Азию. А вот такой любопытный вопрос у меня возникает. Из каких портов экспортируется российская нефть? Много ли этих портов? К сожалению, вот для российских поставщиков здесь проблемы большие. Потому что все-таки мы всегда были настроены на Европу. И основные две ветки, по которым экспортируется нефть, это Новороссийск, Черное море. И Приморск, это терминал на Балтике. Есть у нас труба, которую мы построили некоторое время назад, там 10-15 лет назад, восточная Сибирь, Тихий океан. Она идет до находки, но ее мощность полностью выбрана уже давно. Туда просто нефть поставляется с восточно-сибирских месторождений, прежде всего, которые Роснефть разрабатывал. То есть там свободных мощностей вот в этой трубе на восток нет. Поэтому придется возить с Балтики, придется возить из Черного моря, других возможностей пока нет. Там были новости, что нефтяные компании хотят увеличить перевозку нефти по железной дороге в сторону дальневосточных портов, чтобы там ее потом перегружать. Но это будет очень-очень дорого. То есть издержки будут очень-очень высокие и прибыль схлопнется. Поэтому основные наши экспортные ворота – это Новороссийск и Приморск на Балтике. И вот оттуда ввести нефть в Индию, в Китай и так далее – это очень дорого, очень долго. А дополнительные санкционные меры не могут страны Запада заблокировать эти порты? Ну, как таковые, заблокировать порты сложно. Если, скажем, это же там суверенная территория России, как вы там технически их заблокируете. Поэтому, скорее всего, и с точки зрения, в том числе, международного морского права, как-то вот заблокировать именно технические порты и танкерный трафик сложно. Поэтому вот что сейчас пытаются, в чем смысл вот того ценового потолка, с которого мы с вами начали? Нет, заблокировать движение, скажем, через страховые компании. Вот. Основная идея состоит в чем? Что вот эти морские перевозки, они очень зависят от того, кто владеет танкерным флотом. А здесь очень много владеют, в том числе, страны Запада, Евросоюза. Например, Греция является крупнейшим собственником танкерного флота. А также, действительно, вы правы, есть и вот уязвимости с точки зрения зависимости от страховщиков, от тех, кто представляет финансирование для осуществления этих перевозок и так далее. Вот пытаются давить на них. То есть, в чем механизм? Что они не напрямую будут этот ценовой потолок применять, а они скажут вот этим всем перевозчикам, страховым и финансовым компаниям, скажут, вы не имеете права перевозить или страховать и финансировать перевозки российской нефти дороже, чем, допустим, 60 долларов за баррель. Если вы будете это делать, мы вас накажем. То есть, накажут не Россию, а накажут вот этих вот, те, кто ей помогает обходить ценовой потолок. Вот, собственно, на этих уязвимостях, на этих страховых компаниях, танкерных компаниях Запад пытается сыграть. Но, еще раз повторю, это сотни тысяч сделок. Я просто не вижу возможности, как они это смогут все отследить. Хорошо, а как вы думаете, возможно ли санкционные меры, установка потолков цен или прямой эмбарго на другие виды природных ресурсов, которые являются доходными для российского бюджета? Ну, там уже не так много осталось. Газ, металлы, алюминий, в конце концов, древесина. Мы практически перестали экспортировать газ. То есть, в октябре объемы экспорта газа в дальние зарубежья, они упали на две трети год к году. Фактически, единственное, куда мы поставляем сейчас газ в Европу, это Турция да Венгрия. И там очень сильно упали доходы. То есть, считайте, что вот практически этот вентиль газового экспорта уже перекрыт. Причем, самое интересное, что он был перекрыт самим Путиным, который вот хотел заморозить Европу зимой. Так что по газу там уже и не осталось. Кроме Турции, по большому счету, в Венгрии она маленькая с точки зрения объемов. Кроме Турции там не осталось каких-то больших игроков, которые могут теоретически объявить дополнительные санкции. По углю Россия сейчас уже в тяжелом положении, потому что с августа введено угольное эмбарго ЕС. Оно очень сильно бьет по экспорту, по доходам, по продажам. Но и, кстати говоря, угольная отрасль не является доходной для бюджета. Они экспортируют уголь в российские поставщики практически в ноль, в лучшем случае. Большой прибыли там нет. Налогов с этого бюджета практически не получают от экспорта угля. Это все около нуля. Типа 10-15 миллиардов рублей в год для всего бюджета. Алюминий, металлы другие, золото, платина. Да, смотрите, против российской стали уже введены серьезные санкции. И наши сталилитейные компании находятся в очень сложном положении. Там падает прибыльность, падает производство и так далее. То есть здесь уже вот эти меры как бы применяются. Что касается там, например, алюминия. Вот это, кстати, интересный вопрос. Потому что продажа алюминия, экспорт алюминия довольно заметно вырос в этом году. Потому что санкций нету. И это все пользуется серьезным международным спросом. Единственное, что я хочу сказать, что это, конечно, помогает Дерипаске. Но алюминиевая отрасль тоже не приносит больших доходов бюджету. Практически нулевые доходы. Потому что Дерипаска традиционно работает по так называемой толлинговой схеме. То есть он просто, соответственно, как бы ввозит сырье, бокситы и вывозит алюминий. И платит алюминиевым заводам просто за процессинг. То есть там налогооблагаемая база маленькая. Но вот тем не менее по алюминию там есть о чем поговорить еще. Но с точки зрения бюджета это мало. Для меня неприятным сигналом, например, было то, что вот в октябре рассматривалось в качестве восьмого пакета санкций. Там предложение перекрыть экспорт алмазов из России и ввести санкции против Алросы. Это примерно 3 миллиарда долларов в год. Немало. И это дело заблокировала Бельгия. Которая является крупнейшим импортером российских алмазов. Примерно на полтора миллиарда. То есть, считайте, грубо говоря, половину всей суммы экспорта. Да, огромная алмазная биржа в Антверпене, если я память не знаю. Это очень неприятный знак. Это говорит о том, что вот несмотря на все эти разговоры про любовь к Украине, свои алмазы ближе к телу. И вот лучшие друзья Бельгии это бриллианты, как мы видим. Это очень плохой сигнал. Это говорит о том, что вот здесь какие-то сиюминутные прагматические интересы, они дороже стратегического взгляда. Это... Кстати, знаете, Евгений, вот что я хотел еще сказать. Все это сырье, это как бы понятно. Мы сейчас там обсудили нефть, газ, уголь и так далее. Там немного что осталось в списке. Мне кажется, ключевая история, где Запад мог бы поработать, но не делает этого, это экспорт вооружений. А вот только что Путин хвастался, что за первые полгода они экспортировали, они получили примерно 6 миллиардов долларов от экспорта оружия. Это гораздо больше, чем золото, бриллианты и так далее. И очень важно, что вот эти деньги идут напрямую на оборонные заводы. То есть пока вот, например, доходы от нефти или газа дойдут до финансирования войны, это все-таки долгая дорога. А вот эти деньги от экспорта оружия идут напрямую на заводы, помогают им поддержать штаны в условиях там перебоев с госфинансированием. Поэтому здесь Запад мог бы много сделать, чтобы работать с третьими странами, такими как Индия, Вьетнам, Алжир, Египет, Ирак, которые покупают российские оружия. Там уже были отдельные отказы от контрактов, но большой поток денег продолжает идти. И еще раз подчеркну, что напрямую в ВПК. Мне кажется, вот об этом сегодня говорить важнее, чем даже вот про оставшиеся какие-то направления экспорта. А кто у нас покупает оружие в России в первую очередь? Прежде всего, еще раз, вот несколько крупнейших экспортеров, это Индия, Египет, Алжир и Ирак. Это все страны, на которые Запад может существенно повлиять. Мы видели уже вот с начала войны, что было два отказа от контрактов с Россией. Филиппины и Индия отказались от контрактов на покупку вертолетов. Но пока вот это не густо, и очень много действующих контрактов продолжает исполняться. Вот мы видим, деньги по ним идут. То есть в годовом выражении, если вот экстраполировать результат первого полугодия, это получается 12 миллиардов долларов в год или даже больше. Это очень много. Это очень много. Вот знаете, чтобы вы понимали, да? Вот сейчас очень много разговоров про плохое снабжение российской армии и дефицит снабжения. Так вот, бюджет российской армии на снабжение вот всех вооруженных сил – это 6 миллиардов долларов в год. То есть мы экспортируем оружие на два снабженческих армейских бюджета. И эти деньги продолжают идти напрямую в военную отрасль. Поэтому вот здесь, мне кажется, огромное поле еще поработать. Ну хорошо, а вот как вы относитесь к этой идее относительно передачи Украине замороженных активов Банка России? Насколько это реальная штука? Вот Блумберг говорит, юристы ЕС начали прорабатывать механизм передачи этих самых замороженных активов. Но ведь мы же знаем с вами, что одно дело заморозить, а другое дело конфисковать. Это две очень большие разницы. Так ведь? Я с ними, со всеми европейцами, с американцами очень активно на эту тему общаюсь и очень эту идею поддерживаю. Потому что, во-первых, России придется платить репарации Украине, потому что мы разнесли огромную соседнюю страну. И а кто это еще все должен оплачивать, как не Россия? И, на мой взгляд, наилучший вариант из этого – это вот как раз конфискация тех денег, которые были уже выведены из страны и находятся где-то за рубежом. Это не только активы Центробанка, но и там еще непаханное поле в плане конфискации активов олигархов. И тоже вот я сторонник идеи передачи всего этого хозяйства в некий международный фонд по содействию финансирования реконструкции Украины. Мы разговаривали в том числе с большим количеством юристов во всем мире демократическом. И там, знаете как, я скажу просто, что это абсолютно возможно, просто это политическое решение. То есть политики должны не забояться того, что Россия пойдет в какие-то суды, там будет что-то пытаться отсудить. Нужно подготовить аргументы, почему это правильно. И, кстати говоря, вот в этой ситуации очень полезная другая идея международного трибунала по путинским преступлениям. Потому что это даст юридическую базу для фиксации того, что есть огромный ущерб, который надо компенсировать. И здесь, мне кажется, то есть юридически мы видим, что ситуация наклевывается, это действительно возможно. Вопрос за политиками, что они не забоятся принять это правильное абсолютно решение, эти конфискованные активы передать в фонд восстановления Украины. Да, но вот вопрос в том, как конфисковать. Я же говорю, что одно дело арестовать, заморозить, другое дело конфисковать. Для этого же нужна какая-то правовая база. Все-таки на Западе существует там уважение к частной собственности, особенно если говорить об активах олигархов. Как бы мы к ним ни относились, но двойных стандартов на Западе ведь не любят, правда? Да, смотрите, здесь есть много механизмов, начиная с того, что, во-первых, Россия сама много что конфисковала. Например, она массово конфискует сейчас активы западных компаний, которые прекращают работу в России. Или, например, она конфисковала изъятые самолеты, которые принадлежали западным лизинговым компаниям. Фактически украла там 10 миллиардов долларов или сколько вот украла, например, авиапарка. То есть Россия отчасти сама первая занялась вот этой вот конфискацией. Вторая история, вот разворачивает то, о чем я говорил. Здесь нужна очень четкая фиксация ущерба, международно признанного ущерба, который был нанесен Украине российским вторжением. И очевидная история, что Россия отказывается этот ущерб покрывать в этом смысле для того, чтобы эти обязательства... Международное сообщество очевидно признает Россию виновником в том, что этот ущерб был нанесен. А Россия отказывается даже говорить о том, чтобы его компенсировать. Значит, легитимная история это конфисковывать российские активы за рубежом. То есть помните, вот были все эти процессы, сначала по швейцарской фирме Нога, потом по ЮКОСу. То есть есть международный факт признания ущерба, после этого конфискация активов для того, чтобы этот ущерб возместить. Здесь будет какая-то такая похожая. Но история с ЮКОСом еще не нашла своего завершения. Там же еще и динуты, споры. И по сути дела акционеры ЮКОСа, тогда победившие в Гаагском международном арбитраже, пока еще не приступили к получению присужденного им ущерба. 50 миллиардов долларов, если я не путаю, плюс проценты, которые набежали с тех пор, уже почти 10 лет прошло. Да, смотрите, там вместе с ЮКОСом, это очень интересная тема, надо еще анализировать опыт швейцарской компании Нога. Вы помните, я уверен, которая много лет пыталась еще в 90-е отсудить у России деньги. Там было несколько проблем, которые несопоставимы с сегодняшней ситуацией. Проблема номер один в том, что не было большого объема российского имущества за рубежом. Все, что было, обладало каким-то дипломатическим иммунитетом. Сейчас это имущество есть, то есть его можно конфисковать, надо только доказать применимость этой конфискации к конкретному имуществу, но конфисковать есть чего его много. Дальше у ЮКОСа, вот те же активы Центробанка для начала, здесь вообще прямая история, то есть это собственность Российской Федерации. Дальше по олигархам чуть сложнее, надо доказать их причастность к режиму, но это тоже можно сделать, потому что все эти связи олигархических компаний с путинским режимом, они довольно очевидны, просто чуть-чуть дольше юридическая дорожка. Вторая история, скажем, ЮКОС доказывала свой ущерб на базе договора к энергетической хартии, который не был ратифицирован Россией и применялся только на временной основе. Это вот была изначально такая зыбкая почва, да, и вокруг этого идет там всякое бодание, хотя эта история тоже еще не закончилась до конца. Тем не менее, здесь история гораздо очевиднее, здесь есть прямое нанесение, доказанное нанесение России ущерба большой соседней европейской стране, здесь в общем не надо думать там применимо ли хартия к отношениям возникшим. То есть вот смотрите, с ЮКОСом была история, что был некий международный документ и непонятно было применим он к отношениям на территории России, между российским правительством и российской компанией или неприменим. А здесь-то все довольно ясно. Россия совершила акт агрессии, прямо как вот предусмотрено уставом ООН. Есть две резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, очень очевидные. Две трети государств-членов ООН проголосовали с осуждением России. То есть здесь юридически все ясно. На самом деле и с ЮКОСом-то там все более-менее ясно, потому что на Российскую Федерацию все-таки подавали иностранные акционеры ЮКОС. Раз. И во-вторых, на первом этапе, насколько я помню, условно говоря, суд состоял из двух этапов, и как раз на первом этапе рассматривался вопрос, а применимо ли в данном случае вот это самое правило, которое содержится в договоре к энергетической хартии, потому как энергетическая хартия не ратифицирована Россией. Выяснилось, что применимо, потому что есть соответствующие прецеденты, в том числе в международном праве, там, я не знаю, соглашение Шеварднадзе и Бейкера, которое никогда не было ратифицировано, но которое действует, о разграничении территориальных вод между Россией и США в Беринговом проливе и десятки других подобных международных договоров, которые соблюдаются, не будучи ратифицированы. Я помню, как раз на всю эту аргументацию. Вы все это правильно говорите, но здесь есть два но. Первое, что речь шла об отношениях между российским правительством и российской компанией на территории России. Это сильно меняет ситуацию, потому что здесь, очевидно, здесь все перешло в международную плоскость, плоскость, подтвержденной Генассамблеей ООН. В общем-то, доказательную базу собрать можно, но в целом это не требует доказательств, что здесь есть акт агрессии с нанесением ущерба. И вторая разница состоит в том, что все-таки это были частные акционеры, которые пытались доказывать свою правоту в судах разного уровня с переменным успехом. Какие-то суды шли им навстречу, какие-то нет. Здесь речь идет о уже активных действиях, юридической экспертизе, которая будет заказана правительствами, парламентами, о решениях правительств и так далее. Кстати, не факт, что не будет судебных тяжб потом по этой конфискации и, возможно, какие-то суды тоже будут говорить, что вот эта конфискация была незаконной. Вот это ровно та битва, к которой сейчас западное правительство готовится. Но, в отличие от просто акционеров ЮКОСа, гибралтарских, здесь задействована вся королевская рать. То есть, все лучшие юристы правительств, парламентов и вся мощь западных стран. Поэтому здесь и кейс очевиднее, и силы юридические неравны. Поэтому и даже ЮКОС чего-то смог добиться в каких-то судах. Ну, то есть, здесь, на мой взгляд, эта история гораздо более продвинутая по определению. Ну, послушайте, давайте немножечко на другую тему, еще я вас помучаю. Что вы думаете про всю эту историю с зерновой сделкой, из которой Россия собиралась выйти, а потом вдруг вернулась обратно? Ну, смотрите, я изначально говорил, когда эту сделку еще подписали в июле. Я говорил о том, что считаю ее очень зыбкой и считаю, что Путин при малейшей возможности будет пытаться из нее выйти. Потому что он видит свое участие в зерновой сделке и вот влияние на мировой рынок продовольствия, как рычаг шантажа Запада. И когда у него ситуация будет становиться хуже в Украине, он будет под прессингом, будет отступать. Он включит, в том числе, вот эту зерновую сделку опять. И я это говорил под камеры в июле месяце. В общем, так и произошло. Единственное, что выяснилось. Выяснилось, что у Путина теперь не очень много рычагов для того, чтобы действительно повлиять каким-то образом на физический экспорт зерна из Украины. То есть, по сути, что он должен делать для того, чтобы, соответственно, выйти из зерновой сделки и показать, что он может как-то воспрепятствовать экспорту украинского зерна. Он должен атаковать украинские суда. Реально, во-первых, у него резко уменьшились возможности для этого, потому что российский Черноморский флот, он фактически сегодня во многом обездвижен. Потому что реально мы видим, что они просто прячутся в зоне недосягаемости противокорабельных украинских ракет и так далее. И, тем не менее, все равно их достают. То есть, если они выйдут в открытое море и начнут пытаться атаковать украинские суда, то они станут просто мишенью для украинских противокорабельных ракет. Это раз. Вторая история стоит в том, что действительно здесь большую роль играет турецкий лидер Эрдоган, который, видимо, я считаю, что для него это было важно еще летом. Он же был архитектором этой зерновой сделки. Крупнейшими потребителями украинского зерна являются страны, которые входят в периметр влияния Турции. Это вот все эти государства Ближнего Востока, где Турция хочет проецировать свое политическое влияние. Поэтому, я думаю, одна из причин, почему он уговаривал Путина эту сделку подписать. Сейчас, когда она снова оказалась под угрозой, я думаю, что Эрдоган нашел какие-то такие слова, ну, вплоть до того, что турецкие суда будут охранять этот зерновой экспорт, и Эрдоган не признает выхода Путина, что Путин пошел на попятную. Это хороший признак. Это значит, что ему есть что терять. Это значит, что, будучи под давлением, он может отступать. Значит, надо дальше на него давить. А что такое Эрдоган мог ему сказать, интересное? Какие у него есть рычаги влияния на Путина? Я думаю, он сказал следующее, что, я не знаю, это спекуляция, чисто моя интерпретация, но вот мне кажется, что могло на Путина повлиять? Все дело в том, что турецкие суда, ну, фактически обеспечивают прохождение вот этих украинских там сухогрузов зерном и с другим продовольствием. Я думаю, он сказал, что они эту охрану и патрулирование не снимут и будут, поскольку Эрдоган считает зерновую сделку действующей, у него есть все полномочия украинские суда охранять. Таким образом, никаких ударов по ним он не потерпит и даст команду, в том числе, если что, действует на поражение. Я думаю, что, во-первых, он мог сказать это. Во-вторых, у Турции есть очень серьезный рычаг. Например, Турция сейчас является главной страной, с помощью которой Путин хоть как-то обходит западные санкции. То есть, все поставки, много чего, которые, собственно, были перекрыты западными странами, они идут через Турцию. Российский, например, импорт из Турции более чем удвоился в этом году. То есть, соответственно, раньше, год назад мы экспортировали типа на полмиллиарда долларов в месяц товаров. Сейчас примерно на миллиард долларов. Таким образом, вот многое того, что мы потеряли по импорту, идет сейчас через Турцию. И, видимо, он сказал, слушай, если ты будешь выеживаться, то я тебе вот кое-что там перекрою. И для Путина это будет очень болезненно, особенно по критическим статьям импорта, которые сейчас они пытаются серыми способами там возить через Турцию. Вот такой рычаг еще у него есть. То есть, мы видим, что у Эрдогана есть какие-то инструменты на Путина давление, и это работает. Ну, похоже, у Эрдогана есть еще и такие рычаги, как особые отношения с Азербайджаном, как явно наметившиеся новые отношения с Казахстаном, с другими странами Центральной Азии. Вы помните эти фотографии с Самаркандского саммита, где даже просто по, знаете, body language, язык тела на фотографиях свидетельствовал о том, что главный там был Эрдоган, а Путин сидел, как говорится, на приставном стульчике. Да, согласен. Я говорил о более непосредственных вот текущих рычагах, когда можно перекрыть что-то Путину прямо сейчас. То, что вы говорите, это, конечно, очень важно, это рост стратегического влияния Турции в регионах, которые Путин изначально считал своей вотчиной, Центральная Азия, Каспий и так далее. Действительно, вот на фоне ослабления Путина роль Турции там очень сильно выросла. Я вот единственное, что хочу сказать, я много вижу таких позитивных комментариев, типа, вот молодец Эрдоган Путина нагнул. Я с этим категорически не согласен, потому что, на мой взгляд, действия Эрдогана, которые помогают Путину обходить санкции, они наносят Украине гораздо больше ущерба, чем Эрдоган приносит пользу, позволяя далее работать зерновые сделки. Поэтому нет-то, если вот так сравнить, в целом, мне кажется, Эрдоган сегодня Путину больше полезен, чем вреден. И это вот ключевая причина, он его не хочет терять как союзник, и это ключевая причина, почему Путин пошел на попятные по зерновой сделке, потому что вот Эрдоган для него сегодня очень-очень важный, скорее, позитивный партнер. А вы обратили внимание, что сегодня достаточно жестко, ну, как может быть жесток в своих высказываниях китайский лидер, но вот Си, в общем-то, высказался, пожалуй, впервые с прямым осуждением политики Путина по отношению к Украине и военного вторжения туда. Видел. Я бы не сильно принимал это за чистую монету, потому что, надо сказать, что это произошло во время встречи Си с Олафом Шольцем, и сегодня для Китая, когда он становится все более таким стратегическим противником для Запада, ему очень важно как-то поддерживать, сделать какую-то подачу вот в сторону тех, кого он считает какими-то своими, более или менее такими, если не союзниками, то, по крайней мере, людьми открытыми к диалогу с Пекином. Надо вспомнить, что прежде чем Шольц вот поехал и встретился с Си, на него было огромное давление со стороны политиков и гражданского общества, и китайских диссидентов, чтобы он ни в коем случае вот с Си не встречался и руку ему не жал. Ну, Шольц все-таки это сделал, и я думаю, что у Си традиционно вот по восточным таким всем критериям, он должен сделать какой-то встречный шаг. То есть, я думаю, что Германия вот перед этой встречей, она прямо ставила вопрос перед Китаем, что мы ждем в какой-то форме от вас осуждения того, что Путин творит. Поэтому, мне кажется, как всегда, то есть Си действительно сказал какие-то вещи, которые можно вот так интерпретировать, но он не зашел за такие красные флажки, то есть он не набрасывался на Путина, а просто дал понять, что да, вообще нам вот тоже все это как бы не нравится, но вот не нравится и не нравится. Все это интерпретируют по-своему. В Европе будет много тех, кто скажет, вот видите, Шольц добился от Си Цзиньпина чего-то там. А Путин тоже, он просто померяет эти высказывания, типа, ну и что, следует за ними что-то вот серьезное или нет? Пока не следует, хотя в целом я думаю, что Китай, конечно, смещается к позиции недовольства Путина, но не может прям вот так вот сильно перейти красную черту, потому что Путин ему нужен, как стратегический союзник в противостоянии Западу, поэтому они будут, вот Китай будет так осторожно балансировать, хотя еще раз повторю, ситуация смещается. Но с другой стороны, я что-то не припомню каких-то крупных вещей, сделанных Китаем, сделанных режимом Си Цзиньпиня, по части поддержки Путина. Вы же помните, Путин туда ездил явно, рассчитывая на то, чтобы и эмиссаров своих посылал, по-моему, и Шойгу, и Патрушев туда летали, и явно рассчитывали получать китайское оружие, китайские боеприпасы. По-моему, там и с самолетами у них не очень получилось, они рассчитывали, что китайские компании смогут обслуживать вот те самые самолеты, которые, по сути дела, украдены у собственников, самолеты, переданные в лизинг. Китай, по-моему, не собирается наращивать специально экспорт газа или нефти из России? Или я ошибаюсь? Да, смотрите, нет, вы не ошибаетесь, это все правильно. То есть, китайская помощь оказалась существенно меньше, и Китай реально нанес много вреда, в том числе ряд китайских компаний уходит с России, тот же Huawei. И очень многие китайские компании и банки отказываются от работы с российскими проектами, боясь вторичных санкций. Это все верно, то есть, помощь Китая была там, ну, примерно там, типа, на 90% меньше, чем Путин рассчитывал. Но, во-первых, какая-то помощь все-таки есть. Например, еще раз, вот одно из главных последствий санкции, а то, что Россия резко потеряла импорт, импорт инвестиционного оборудования, технологической продукции, Китай вместе с Турцией помогает это дело восстанавливать. Китайский импорт в Россию вырос примерно на 10% после начала войны, и это в основном высокотехнологичная продукция. Это примерно такой же объем, как Турция, то есть, это на полмиллиарда долларов в месяц. Это не ничего, это больше, чем ничего. Это существенная история, то есть, Китай как-то помогает России, там, хоть с чем-то справиться и пройти эту ситуацию, это первое. И второе, здесь, конечно, вот то, что могло остановить вот это все, это такой ясный окрик из Пекина, типа, хватит, Вова, вот давай прекращай вот это все. Этого окрика не последовало, и никто не собирается пока его делать, несмотря на все пассы, которые Си Цзиньпинь давал вот на встречу с Шольцем. Поэтому Путин фактически вот это стратегическое молчание Китая, он расценивает как то, что типа можно. То есть, Китай фактически дал ему карт-бланш вот заниматься тем, чем он занимается. Поэтому вы правы в чем, что Путин рассчитывал на гораздо большую помощь от Китая. Это факт, и это проблема для него, то, что Китай вот не помогает в такой степени. Но с другой стороны, нельзя сказать, что Китай прям против него. Он помогает чем-то и не делает ничего, чтобы это остановить, хотя мог бы. Вот, на мой взгляд, если говорить о стороне плохого мальчика, то вот две вещи, например, за которую Си Цзиньпина, конечно, стоит остро критиковать. То, с другой стороны, вот китаисты, профессиональные специалисты по Китаю говорят, что стратегически Си Цзиньпин заинтересован в том, чтобы Россия ослабевала. Очень сложная история. То есть, отношения между Россией и Китаем сложные. Действительно, во многих сферах России Путин является конкурентом, и вообще у них разный подход к международным делам. Путин является очевидным таким дизраптором, то есть, он возмутитель спокойствия, человек, который хочет смешать карты и разрушить мировой правопорядок. Китай не заинтересован в разрушении мирового правопорядка. Он от него сильно выиграл в последние 40 лет. И он, конечно, хотел бы его развернуть в свою сторону, но вот то, что Путин просто громит все международные нормы и институты, Китаю, конечно, это не нравится. Он от этого будет терять. А с другой стороны, Путин нужен Китаю, как такой вот арьергардный игрок, который где-то там, значит, на передовой кусает Соединенные Штаты, кусает Запад, который для Китая является стратегическим врагом. Поэтому я вот на месте китаистов не упрощал бы эту ситуацию. Она сложная. Здесь есть вещи и плюсы, и минусы. Здесь есть вещи, где Путин Китаю нужен, есть вещи, где он хотел бы его ослабления. Но если в целом сказать, мне кажется, что вот путинская агрессия против Украины, она для руководства Китая скорее вредна. Потому что она дает, соответственно, пример и тренировку Западу, как реагировать вот на такие возможные агрессивные действия вот такой вот диктатуры 21 века. Ну, то есть, условно говоря, теперь примерно понятно, как Запад будет отвечать на любые агрессивные действия Китая, например, попытку захвата Тайваня. Китай теперь видит, что это будет гораздо более болезненно, чем они рассчитывали. В целом, Запад теперь уже готов. То есть, если там раньше можно было застать врасплох, да, и как бы все жили в мире, торговали, а тут вот на тебе такое. Сегодня все эти механизмы очень быстрого и жесткого, и в том числе военного ответа, они отработаны. И для Китая это делает решение его задач экспансии, проекции своего влияния сложнее. То есть, Путин усложнил Китаю жизнь вот всей этой своей авантюрой. Поэтому, еще раз, я призываю не упрощать ситуацию, там много факторов и векторов. Но в целом, я думаю, что для Китая вот действия Путина, конечно, несут скорее больше стратегический минус, чем плюс. А вот скажите, пожалуйста, что нам ждать от развития событий в Соединенных Штатах? На следующей неделе, там во вторник промежуточные выборы. Вполне вероятно, что контроль над, как минимум, одной палатой Конгресса, над палатой представителей, а может быть и над обеими палатами, над Конгрессом и над Сенатом перейдет в руки республиканцев. Что это может изменить? Я знаю, что вы совсем недавно были в Америке. Кстати, вот я с удовольствием посмотрел ваш разговор с бывшим помощником Трампа по национальной безопасности генералом Макмастером. Всем советую, кто знает английский язык, найдите, пожалуйста, вот эту беседу господина Белова и господина Макмастера, получите большое удовольствие. Чего ждать от предстоящих политических перемен? Здесь, в Украине, например. Ну, смотрите, я действительно провел неделю в Вашингтоне, в целом почти две недели был в Штатах. Меня вот все республиканцы уверяют в один голод, что вы не бойтесь, ничего не случится. Если мы получим контроль за одной или двумя палатами, они, конечно, надеются, что двумя, и даже уверены палатами Конгресса, то мы никак не прекратим там субсидировать и помогать Украине. И это здесь существует такой двухпартийный консенсус на эту тему. Ну, знаете, вот по объему как бы там влиятельных людей, которые мне это говорили, и там я с ними много лет знаком, я примерно знаю, как они там действуют, я думаю, что это звучит достаточно убедительно. То есть это такая предвыборная риторика, рассчитанная на фанатов вот этого. Знаете, в Америке очень много таких людей, избирателей, которые любят вот это вот маленькое правительство, низкие налоги и вообще там не лезть никуда ни в какую, ни в Украину, ни в Вьетнам, там никуда, да. Вот. То есть это предвыборная риторика, рассчитанная на замануху вот этих избирателей. Но, конечно, помогать Украине никто не прекратит. Я думаю, так и будет. То есть вот по этой теме я прям вижу такой большой двухпартийный консенсус. С другой стороны, что меня, конечно, очень беспокоит, это то, что в республиканской партии зреет и крепнет такое вот мощное изоляционистское крыло. Но если вы вспомните, например, как они голосовали в последнее время, что по билям по Украине, что по, соответственно, решению по ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО, то вы увидите, что практически полностью вот люди, которые там несколько десятков парламентариев, которые выступают против, это практически все республиканцы, это уже системное явление. То есть республиканской партии придется за это дело как-то объясняться, да. И у них есть такое большое ультраправое изоляционистское крыло, которое говорит, да горе, там все серым огнем, там Украина, где это вообще, мы не хотим. Как Марджори Тейлор Грин, вот известная такая радикальная конгрессменша Трампистка, она сказала, ни одного пенни не пойдет Украине, если республиканцы возьмут Конгресс, да. Так вот, вот эта тенденция в республиканской партии, она стратегически опасна. Поэтому здесь многие, даже вот, например, европейские политики, с которыми я говорю, они не столько боятся вот конкретной победы республиканцев на промежуточных выборах сейчас, сколько они боятся вот этого такого стратегической динамики республиканской партии, которая очень плохая. Когда-то это была партия Рейгана, а сейчас это как-то все больше становится партией не пойми кого, от которой мы не знаем, что ждать, и десятки конгрессменов и сенаторов республиканцев голосуют против Украины, против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, и фактически занимают там запутинские позиции. Многих из них, даже вот того же Хаули, например, Путин не включил в свои санкционные списки, символические, но тем не менее. В общем, считайте такой орден Ленина, да, своеобразный. Вот этот тренд с республиканской партией, он, конечно, достаточно опасный. Кстати, Трамп сегодня, точнее представители Трампа сегодня заявили о том, что, скорее всего, на следующей неделе, в третью неделю ноября, Трамп сделает заявление о том, что он будет бороться за пост президента на следующих выборах. Как вы думаете, вернется в Белый дом? Ну, во-первых, это еще вопрос, потому что, как мне объясняют, многие, в том числе, вот люди, близкие к республиканской партии, у него там, с точки зрения его финансовой позиции, личной, трамповской, он же еще и бизнесмен, вот как раз с этой точки зрения для него президентская кампания будет крайне невыгодной. Он потеряет много денег, много бизнес-партнеров, и то есть это прямо должно быть такое очень-очень сильное эго. Но мы знаем, что оно у него есть, но деньги он тоже любит, поэтому я думаю, что там будет такое вот взвешивание всего этого дела. Вот, и еще такой момент, что у них ожидается такая, как говорят, заруба серьезная с другим очень сильным республиканским кандидатом. Это губернатор Флориды Рон де Сантис. Это такая чуть более умеренная, менее экстремистская и взбалмошная версия Трампа. Он очень хочет, он популярен, у него большие президентские амбиции. Там не все так просто вот с точки зрения того, кто будет кандидатом. И вы знаете, я думаю, что вот есть очень много признаков того, что Трамп все-таки это человек, который уже был в Белом доме, и у многих людей вот может быть такая антиреакция. То есть да, мы, может быть, хотели бы президента следующего срока, допустим, не демократа, а республиканца, но вот этого парня мы уже знаем, и там с ним все время какой-то хаос связан. Вот я думаю, что два года назад все-таки голосование за Байдена против Трампа было не от любви к Байдену, а против хаоса. И вот здесь, если это будет Трамп в 2024, то у демократов будет очень сильный козырь. Они вспомнят все. То есть они напомнят американцам всю эту хаотичность и так далее. Мне кажется, это очень рискованный шаг для республиканской партии будет выдвигать Трампа. Плюс, что у них есть вот другие такие перспективные кандидаты, которые могут гораздо легче пролезть в Белый дом на фоне недовольства демократами. Поэтому посмотрим. В ближайшие недели это, конечно, будет яснее, но для Трампа вот далеко не все так просто, как, наверное, он хотел. Он очень хочет вернуться, да? Но жизнь чуточку сложнее. Вот будем посмотреть, как говорят. А вот смотрите, практически одновременно с заявлениями представителей Трампа о его намерении вскоре заявить о начале новой президентской предвыборной кампании, в Кремле господин Сурков заявил, что Владимир Путин пока еще не решил, будет ли он баллотироваться на пост президента в 2024 году. Сколько раз мы это уже слышали, что Путин еще не решил. Но как вы думаете на самом деле, что его ждет Владимира Владимировича впереди? Ну, я бы вот это кокетство вообще не воспринимал всерьез и не обсуждал. Потому что у нас уже там почти четверть века у власти, и у нас прям есть такая большая библиотека, значит, его высказываний, когда он вчера там говорил, что, значит, еще не решил, а завтра оказывается, что уже все украдено до нас. Вспомните, как с Конституцией... Я лично считаю, что он не собирается никуда уходить и будет оставаться президентом до тех пор, пока ему здоровье позволит. Да, совершенно точно. Я полностью согласен. Более того, я хочу сказать, что вот 2024 год здесь, на мой взгляд, вообще теряет свое значение, потому что у нас сейчас тоталитарная система, то есть организованная оппозиция внутри страны уничтожена, фактически вот со всеми этими военными законами и военным временем у нас есть прямое регулирование политической системы вот на тему того, кто лоялен, кто не лоялен, как в Иране, где вот просто снимают кандидатов, потому что высший совет, мол, там решил, что они какие-то не такие. Вот, поэтому мне кажется, что вот этот 2024 год перестает стать... Ну, то есть, как Константин Устинович Черненко в 1984 году, да, там за 40 лет до этого, нарисует вот сколько надо, и это не важно, выборы там, не выборы. Вопрос здесь в чем? Смотрите, вот у нас какая ситуация в политической системе? У нас, кроме вот этого всемогущего Путина, реально ничего нет, полный вакуум. У нас нет самостоятельных элит, которые могли бы что-то делать, и я думаю, мы видели это вот на том пресловутом февральском совбезе, где Путин просто как с курицами с ними там разговаривал и обращался, да. У нас нет организованной оппозиции, которая была еще пару лет назад и могла организовывать очень мощные протесты по всей стране и ставить какие-то свои там требования, цели. Сейчас ее разгромили, посадили, выдавили из страны. Такой вакуум. Есть один супернадутый Путин, и есть такое абсолютно растерянное, запуганное население, вот между ним никаких политических институтов нет. Это очень опасная ситуация, она реально чревата хаосом, по мере того, как Путин, его влияние будет ослабляться. А оно будет ослабляться, потому что он будет проигрывать в Украине. Все это затягивается, у людей возникают вопросы, а вообще куда, зачем, не слишком быстро мы бежим, и вообще зачем это все, да. Люди не готовы к затяжной длительной проблемной войне и в целом ситуации. Я вот поэтому вас и спросил, а что Путина ждет? Я не имел в виду 24-й год, я имел в виду ближайшие месяцы, может быть, даже недели, потому что, смотрите, есть проблемы на фронте, война затягивается, война неуспешная, вооруженные силы Украины все лучше и лучше воюют, добиваются все больших и больших успехов. Смотрите, им приходится сейчас уйти из Херсона, им приходится оставить плацдарм на правом берегу Днепра, если говорить о военной стороне вопроса. Пригожин уже начинает публично говорить о том, что мы продвигаемся там на 100-200 метров на восточном направлении, там, где идут бои в районе Бахмута, да, на Донбассе, и это нормально, да, это после того, как украинцы двигались там на 10-15-20 километров во время контрнаступления в Харьковской области, так. Да и вообще вот есть вещи, которые я раньше не мог себе предположить. Смотрите, вот увольнение генерала Лапина, да, который повздорил с Кадыровым, точнее, с которым Кадыров повздорил, и Путин, по сути дела, занял сторону Кадырова. Сначала присвоив Кадырову звание генерал-полковника, уравняв его в воинском звании с этим самым Лапином, как бы мы с него ни относились, а потом просто уволив Лапина с должности командующего вот этой самой группой Центр пресловутой. Как-то все это вызывает ощущение некого политического хаоса, да, или нет? Ну, нет, ощущение хаоса нарастает, но, вы смотрите, мы еще не там, потому что я думаю, что очень преувеличено политическое влияние Пригожина и Кадырова, просто потому... Знаете почему? Потому что все ключевые фигуры молчат, а они вот выступают, их единственных двоих на деревне слышно, и все думают, что они какое-то влияние имеют. На самом деле... Извините, вас перебью к вопросу об этом. А вот там говорят некоторые люди, а что если Пригожин выставит свою кандидатуру в президенты, а что если там он попытается захватить власть? А Пригожин или Кадыров, они вообще в состоянии руководить государством? Нет, у них нет даже возможности претендовать на власть, у них нет союзников, у них нет и то, что называется хард-пауэль, то есть там несколько тысяч вагнеровцев, в принципе, еще раз повторю, что с точки зрения вот тех силовых возможностей, ну, например, у Путина 50-тысячная федеральная служба охраны, которая очень хорошо оплачена, натренирована, и это фактически лучшая гвардия в стране, которая охраняет лично его. Никакой Вагнер, никакие эти кадыровские там инстаграмные войска, они, конечно, против этого не могут ничего. Вы говорите, выдвинуться на президентских выборах, это значит бросить вызов Путину. Пока Пригожин даже с Бегловым в Питере справиться не может, это его главный вот оппонент, и он как бы жалуется, что я тут вот что-то пытаюсь сделать с Бегловым, а меня никто не слушает. Поэтому я думаю, что мы просто громко слышим Пригожина и Кадырова, потому что все остальные молчат, а это единственный, кто вот алкоголик там ночью орет на площади. Но реальное их политическое влияние, у них нет союзников в номенклатуре. Все их, в общем, более-менее ненавидят. Отношения у Минобороны с Пригожиным плохие. Мы это видели еще по Африке, когда Минобороны явно давало понять, что деятельность Вагнера им там не нравится. Поэтому это преувеличивать не стоит, но здесь, мне кажется, другая. Вот вы говорите, что будет с Путином? Путин будет терять поддержку, терять влияние. Этот процесс уже пошел. Вот те признаки нарастающего хаоса, о которых вы говорили, это вот скорее такие ранние признаки того, что Путину начинают задавать открытые вопросы. Пока там не всегда называя его по имени, а прикрываясь там Лапином. Но всем же понятно, что это не Лапин осуществляет непосредственное руководство, а это Путин лично говорит, куда им на какой населенный пункт наступать, какие дивизии там куда, или батальон тактические группы перебросить. Не называет его по имени, но критика публичная уже слышна. Следующий шаг, мы начнем слышать все больше и больше публичных вопросов к самому Путину. Его авторитет очень-очень резко ослабнет. Это было так со многими диктаторами. Я понимаю, что всем хочется прогноза, а как он рухнет, но это сделать очень сложно, потому что институтов нет. Элиты нет, организованной оппозиции нет. Как все это обвалится, сложно прогнозировать. Тем более Путин подготовился. Он хорошо себя охраняет от возможных переворотов. Поэтому надо спокойно работать на дальнейшее его ослабление. Когда он заметно ослабнет, ему будет сложнее удерживать свое доминирование в российской политике. Надо будет действовать и давить на него дальше. Посмотрим, какие будут доступные инструменты для этого. Так и будем действовать. Невозможно предсказать сейчас конкретный сценарий. Слишком мало для этого понятных вводных. Что вам говорили в Америке и в Европе по поводу того, верят ли американцы и европейцы в возможность победы Украины в этой войне? Да. Да. Все больше в этом уверенности. Во-первых, все прекрасно отдают себе отчет в том, насколько ослабла путинская армия, что у него фактически уничтожены сухопутные силы, боеспособные сухопутные силы, вот в том виде, в котором они существовали год назад. Все вот это набранное пушечное мясо, плохо обученное, экипированное, оно, конечно, не может решить никаких боевых задач. Все прекрасно понимают, какие потери он понес в наиболее современных вооружениях, в боезапасе и так далее. Я считаю, что эта армия отброшена намного десятилетий назад сейчас, и с другой стороны, все видят, насколько украинцы, вот как вы правильно сказали, успешно воюют. Там единственная, конечно, проблема, что все понимают, что для успешного дальнейшего наступления Украины ей нужно больше вооружений, тяжелой техники, танков, бронемашин и так далее. Но вот сейчас над этим идет работа. Пока вот из-за этого во многом ситуация так немножко застагнировала, потому что для успешного крупномасштабного наступления Украины не хватает техники. Например, вот американцам, я разговаривал с людьми, которые только что были вот на Херсонщине, и они говорят, ты понимаешь, вот когда американские войска где-то там участвуют в зоне боевых действий, то они ездят только на бронемашинах, типа Хамви или Брэдли и так далее. А украинцы вынуждены передвигаться на обычных автомобилях и грузовиках, не бронированных, просто потому что техники нету. Это, кстати, ведет и к потерям дополнительным и так далее. То есть вот есть проблемы, их пытаются решить сейчас, но я вижу вот какую-то... Вы вот спасибо, что порекомендовали наш разговор с генералом Макмастером. Это он очень опытный человек. Он генерал с большим стажем там за плечами и так далее. Я думаю, в этом видео можно увидеть, у него глаза блестят, прям энтузиазм такой, что да, все видят возможность того, что Украина добьется больших военных успехов, вернет много территорий и, скорее всего, вот это то, как будут развиваться события в ближайшие месяцы. Ну что ж, Владимир, спасибо вам большое за ваши ответы, за ваши рассказы, за ваши комментарии. Я напомню, что сегодня гостем нашего канала был Владимир Милов, российский оппозиционный политик, один из ближайших людей, Алексея Навального, человек, который еще и является весьма успешным видеоблогером. У него есть и свой YouTube-канал, он ведет программы и на канале Навальный Live. На него подписывайтесь, и на меня, на мой канал, на канал Евгений Киселев, тоже, пожалуйста, подписывайтесь, поддерживайте нас лайками, вопросами, комментариями. И всего вам доброго, Владимир, спасибо, и всего доброго всем, кто нас смотрел. Большое спасибо, всегда рад у вас быть в гостях. До свидания. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok